Учреждения дополнительного образования активно готовятся к новому учебному году. Если в некоторых достаточно провести плановую работу, то в других требуется более масштабное вмешательство. В детской музыкальной школе номер два этим летом стартовал ремонт фасада. Сейчас он на заключительном этапе. С подробностями Луиза и Геозарян. Основное здание детской музыкальной школы номер два – самое старое. И, как говорят педагоги, для них оно самое любимое. Благодаря бережному отношению, объект, построенный еще в довоенное время, выглядит как новый. Этим летом впервые за многие годы отремонтировали весь фасад здания. До этого приводили в порядок только лицевую часть. Школа приобрела совершенно другой вид. Ходишь и радуешься. У нас здесь череда каких-то небольших преобразований в школе проходила. Во-первых, мы заменили окна в свое время здесь, в этом здании. Потом нам положили асфальт. Ну и внутри нам отремонтировали небольшой камерный зал. Средства на реставрацию фасада выделили из бюджета городского округа Люберцы. В дальнейшем учреждения культуры планируют включить в программу капитального ремонта. Я сегодня поставил перед собой задачу. Как-то буду эту тему решать на уровне области со своими коллегами. По большому счету, никто не помнит, когда был капитальный ремонт. А он востребован. Поэтому этой темой мы займемся. На сегодняшний день во второй музыкальной школе обучается более 400 детей. Кроме основного здания у учреждения дополнительного образования есть еще три филиала – во Дворце культуры, в 15-м лицее и в 28-й школе.